Привет, друзья! Пик славы Ирины Понаровской пришёлся на 80-е и 90-е годы прошлого века. Тогда, наверное, не было ни одного человека, который бы не знал певицу и не подпевал бы вместе с ней. Она представляла собой настоящий образ элегантности, её наряды были необычными и роскошными, такими же, как она сама. Много лет назад французский дом моды Шанель наградил её титулом Мисс Шанель Советского Союза. Глядя же на Ирину Витальевну сегодня, понимаешь, что стильной можно оставаться, невзирая на годы. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Ирина Понаровская, сколько она зарабатывает и почему на много лет пропала со сцены. Родилась Ирина Понаровская 12 марта 1953 года в Ленинграде, в семье музыкантов. Отца звали Виталий Понаровский, он занимал должность художественного руководителя джазового оркестра и был его дирижёром. Мама Нина Арнольди трудилась в качестве концертмейстера в Ленинградской консерватории. Несмотря на музыкальное окружение, Ира совершенно не собиралась становиться профессиональной певицей. Вообще, в детские годы она обладала далеко не той внешностью, которая нужна была для сцены. Девочка была достаточно полной, глаза немного косили, доктора ставили ей диагноз астигматизм. Музыкой она начала заниматься просто так, без раздумываний о будущей карьере. Ей просто нравилось играть на рояле, и параллельно со школьными уроками девочка брала ещё уроки музыки по классу фортепиано и арфы. Постепенно, из гадкого утёнка Ирина превращалась в красивую, стройную девушку, причём имеющую способности к музыке. По настоянию бабушки, Понаровскую отвели на прослушивание к учителю по вокалу Ленинградской. Педагог взялась поработать с перспективной девушкой, и их сотрудничество вскоре дало свои плоды. После окончания школы в 1971-м Ирина без всяких проблем стала студенткой Ленинградской консерватории. Свою творческую биографию Понаровская начала буквально с первого курса консерватории. В стране появились многочисленные вия, и в одном из них под названием «Пающие гитары» не было солистки. Отец Ирины близко знал руководителя вокально-инструментального ансамбля, поэтому проблем с трудоустройством девушки не возникло. В 1975 году режиссёр Марк Розовский задумал поставить рок-оперу, получившую название «Орфей и Эври Дика». Это была первая постановка такого рода в СССР, причём создали её на базе ансамбля, в который входила и Ирина. Рок-опера прошла с оглушительным успехом. После удачи на родине музыканты отправились в Германию на международный фестиваль. Карьера певицы продолжала стремительно развиваться. У Понаровской была масса поклонников за границей. Она превратилась в кумира миллионов слушателей, её фото печатались на обложках всех модных журналов. В Сапоте она передвигалась на персональном автомобиле «Мерседес», вместо номера, на котором было написано её имя. Вокруг её персоны всегда был ажиотаж, поклонники буквально следовали за ней по пятам. После возвращения домой Ирина влилась в коллектив московского джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрома. Помимо этого, она продолжала учиться в консерватории. Этот период был началом кинематографической карьеры. Она снялась в фильме-концерте «Ирина Понаровская». Поёт солистка Виа «Поющие гитары». Вслед за этим вышел художественный фильм с её участием, получивший название «Меня это не касается». Однако это всё было вторично. На первом плане для Ирины всегда была музыка. В те годы вышли несколько её альбомов. Сольные выступления Понаровской устраивались в самых престижных концертных залах, и купить на них билет было достаточно сложно. В начале 2000-х Ирина стала всё реже появляться на публике. Кто-то утверждал, что звезда уделяет всё свободное время семье, но находились и те, кто называл причиной её затворничества нежелание стареть у всех на глазах. На самом деле, всё это время звезде 80-х приходилось бороться за своё здоровье. «Я очень болела. У меня был микроинсульт. Я ходила полгода с ходунками. Этого никто не знал, и слава богу», – заверила Понаровская. Последствия микроинсульта сказались на организме актрисы. «У меня всё лицо было опущено вниз и оглохло на правое ухо. Этого никто не знает», – пояснила артистка. В личной жизни Ирины Понаровской было несколько браков. Первый раз она вышла замуж за руководителя ансамбля «Поющие гитары» Григория Клеймица. Однако счастливая семейная жизнь не сложилась, и спустя полтора года супруги развелись. Вторым мужем известной певицы стал джазмен Вейланд Рот. Несколько лет они не могли родить ребёнка, поэтому было принято решение об удочерении. Приёмной дочерью Понаровской и её темнокожего супруга стала Анастасия Кормышева. Некоторые источники утверждают, что Настя попала к приёмным родителям в двухлетнем возрасте. В некоторых написано, что девочке было только 11 месяцев. Она потом вспоминала, что Ирина смогла заменить ей маму. Она очень любила приёмную дочь, даже после того, как у неё родился свой сын. В 1984-м в этом браке родился мальчик, получивший имя Энтони. Несмотря на то, что певица любила свою приёмную дочь, Анастасию снова сдали в детский дом. Это случилось по настоянию Вейланда Рота, когда Ирина была срочно госпитализирована. Понаровская долго разыскивала Настю, пока не услышала ультиматум супруга. Если она вернёт дочь, то может попрощаться с сыном, он грозился его отобрать. Спустя семь лет Ирина развелась с мужем. После развода Вейланд увёз Энтони. Артистке стоило немалых усилий забрать мальчика. Позднее артистка призналась, что несколько лет находилась под гнётом мужа-тирана. И слова о домашнем насилии для неё хорошо знакомы. После этого у Ирины был гражданский брак с певцом Сосо Павлиашвили, и это событие широко освещалось на страницах жёлтой прессы. Третий раз Понаровская официально вышла замуж за доктора Дмитрия Пушкаря, который входил в Президиум общества урологов России. Их совместная жизнь длилась на протяжении 11 лет и окончилась в 1997. Оставшись одна, Понаровская уехала в Эстонию, в Усть-Нарву, где находится родовое гнездо певицы. Там Ирина Витальевна занималась не пополнением дискографии, а выпускала бижутерию, по просьбе друзей представляла интересы благотворительного фонда в Норвегии. Потом продала недвижимость в Москве и Подмосковье и перебралась в Санкт-Петербург, поближе к маме. После её смерти вернулась в столицу. Здесь Ирина наслаждается общением с внуками, Шарлоттой и Эриком. Сын и невестка Анна по образованию художники, однако Энтони работает звукорежиссёром на радио. Несмотря на неугасающий интерес со стороны публики, Ирина очень редко выступает. Она поёт только на корпоративах и избегает публичности. Ирина объяснила своё затворничество. «Так получилось, что сейчас я не завишу от успеха. Меня он не отравляет. Я знаю, что есть другая жизнь, и мне так хочется ею пожить. Что я, собственно, и делаю. Надо всегда вовремя сказать себе «стоп». Главное не деградировать, а сцена переживёт. Всё же происходит и без меня». И вот, наконец, на радость многочисленным поклонникам Ирина Понаровская снова возникла в сфере софитов. Она буквально поразила общественность своей потрясающей внешностью. Артистка дала несколько интервью, продемонстрировав эффектную короткую стрижку, броский, но одновременно стильный и сдержанный макияж, модные по возрасту наряды. Понаровская раскрыла секрет своей красоты. В жизни она всего два раза обращалась к пластическим хирургам. Первый раз по настоянию подруги в США сделала блефаропластику, второй – легла под нож перед возвращением на сцену. Ирина Витальевна против уколов красоты. В жизни она пережила много физической боли, поэтому на дополнительные косметологические манипуляции не соглашается. Подразумевалось, что вскоре Ирина Понаровская представит свою новую программу. Однако её планам пока не удалось сбыться. Пандемия коронавируса распутала артистке все карты. Более того, очевидно, больно ударила по кошельку, раз исполнительница решила добиться надбавки к пенсии. Оказалось, что артистка 12 лет недополучала пенсию из-за ошибки в расчёте трудового стажа. Сложно представить, но одной из самых стильных и голосистых звёзд, которая сияла на эстраде не одно десятилетие, в 55 лет назначили выплату в 5000 рублей. Конечно, с годами сумма выросла. Сейчас московские пенсии не могут быть меньше прожиточного минимума, но и этих денег Понаровской явно не хватало. Ирина Витальевна подала иск к пенсионному фонду, и суд вынес решение. Теперь Ирине Витальевне выплатят 240 тысяч рублей. Это недополученная сумма с 55 до 67 лет, то есть около 20 тысяч в год. А также увеличат будущую сумму пенсии. Певица предпочитает не выходить с поклонниками на связь. Она ревностно охраняет своё право на личную жизнь и не любит комментировать слухи. Понаровская часто бывает на выставках и концертах в Санкт-Петербурге, уделяет много времени своей семье и близким друзьям. Однако сейчас круг её общения сильно ограничен. Концертный директор Понаровской Лера Тувина ранее отмечала, что им поступает множество предложений по поводу гастролей. Однако Ирина может в последний момент отказаться от выступлений из-за плохого настроения. Ей звонят и предлагают 50 или 60 тысяч евро, может даже больше. Но мы можем отказаться, просто из-за того, что Ирина не хочет работать в этот день. Также Ирина требует, чтобы её не фотографировали. «Я сама лично хожу по залу и отбираю телефоны у зрителей». Понаровская развеяла слухи о своём богатстве и обилии зарубежной жилплощади. Поговаривали, что у певицы есть несколько квартир за границей, а также апартаменты в Норвегии, что оказалось неправдой. Ирина Витальевна следит за публикациями в прессе, и некоторые из них больно задевают её самолюбие. Она возмущается. Ирина Понаровская живёт в многоэтажке в трёхкомнатной квартире со своими внуками. И что? А 30 лет назад все так жили. Ребята, мы пришли голые и уйдём голыми. И ваши виллы, какими бы они ни были роскошными, иллюзорными, они все останутся здесь. А вам на суд идти туда. Друзья, давайте пожелаем Ирине Витальевне покорять публику великолепным тембром голоса и потрясающим артистизмом. Наполнять этот мир чудесными мелодиями и песнями. С каждым днём открывать новую дверцу к успеху творчества. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!